Всем привет, привет! Девочки-красавицы, обещала про железные металлические банки рассказать. Вот, рассказываю. Так, что для этого нам нужно? В первую очередь, это какие-то спиртосодержащие растворы. Это может быть водка, спирт. Протираем металлическую банку. Так, хорошенечко. Даем подсохнуть. Для пущей убедительности, если хотите, можно пройтись наждачкой. Я практически никогда этим не пользуюсь, только спиртом. Так, дальше берем акриловую краску. Вот у меня здесь сейчас эмаль акриловая. Есть матовые, полуматовые, глянцевые. Лучше брать матовую. Но, я пользуюсь разным. И все получалось нормально. Да, значит, первый слой вы нанесли. Баночка у вас беленькая. Дальше даете просохнуть. Акрил сохнет. Ну, дайте часа два, наверное. Хорошенько пусть просохнет. Потом выбираете мотив. Все как в декупаже. Мотив. Ну, вот я сейчас расскажу вам про вот эту банку. Вот эту банку, вот эта коричневая. Вот этой банке уже лет 8, может быть больше. Это моя первая работа. Вот я вырезала какой-то элемент. Потом, значит, мы смотрим, какие краски присутствуют в этой даме. Это, значит, коричневый, какой-то серо-коричневый и коричневый. Вот я набирала на, значит, краску. Это, значит, у меня будут коричневый, желтый и серый какой-то этот. И начинала штамповать прям по всему этому, как сказать, ведерочку. Вот, наверное, ведерко из-под краски. Вот. Ну, действительно, это одна из первых работ. И получилось вот именно так. Давайте про краски. Состояние хорошее, ничего с ней не случается. Ничего не отходит. И краска не отлепливается. Все нормально. Вот. Краски, про краски. Краски, значит, про акриловые я сказала. И вот купите хотя бы каких-то, немного маленьких, тоже акриловых красок. Ну, вот они тут стоят почти от рублей. Но купите и разоритесь, вам хватит надолго, потому что можно их смешивать. Из белой акриловой краски делать какие-то полутона. В общем, купите краску. Так, какой клей я использую? Я использую, ну, не всегда так-то клей ПВА. А вот столярный, значит, клей ПВА столяр, он приклеивает намертво. Это такой клей, очень, так сказать, жесткий такой. Вот, дальше берем салфетки, декупажные карты. Можно даже какие-то из журнала вырезать мотивы. Извините. Только если из журнала, например, глянцево, положите минутки на 2-3 водичку. Потом эту картиночку с лослеточкой вытрите и уже наклеивайте. Она лучше ляжет. Вот, значит, берем мотив. Вот, например, тут мотив. Какие тут цвета используются, да? И вот мы дальше применяем или контрастный цвет, или примерно с применением этих красок. Вот тут. Вот, разделем вот. Это я вчера показывала, это тоже металлическая банка. Тоже достаточно давно все вот это я делала. Вот такая, вот такая. Вот, ну я сейчас буду немножечко так рассказывать. Вот берем мотив птички. Вырезала птичек на веточке. Дальше пустила в полукруг. Это я уже сама вырезала из бумаги, накладывала. И вот делала такой вот овальный круг. Дальше что у меня вот там? Вот видите? Внизу коричневый слой краски. Даем высохнуть. Потом вот свечой так проходимся. Вот так, значит, проходимся по этой краске. И потом, вот тут у меня светло-светло-коричневый следующий тон. Значит, закрашиваем это все. И потом, минут через 20, не до полного высыхания, минут 20, может быть, не знаю, 30-30 по состоянию краски. Вот я в основном беру вот губку, вот эту вот жесткую часть. И аккуратненько вот снимаю эту белую краску, светло-белую краску. И вот получается такие трещины. Можно использовать карикелюр, но для меня вот это проще. Вот, ну и тут дальше, вот есть коричневый, значит, коричневым. Вот вы как бы дальше начинаете зелененького немножечко. Вот тут есть зелененькая птичка. Вот тут с розовым разные. Ну, как до кубаже, да? Хорошо. Если у вас, например, коробка узенькая, вот эта узенькая такая. Значит, на крышке основной делайте мотив, какой вам понравится. И эту узенькую полоску можно просто в тон, просто закрасить, да? Вот. Что еще можно использовать? Можно использовать всякие разные элементы. Вот такие вот, например. Можно использовать и трафареты, ну и вот такие вот, имеют место быть вот таким вот элементом. Ну, это вот можно вот вырезать из вот таких вот кружев. Вот, видите, вот такие моменты. Вырезаете и приклеиваете. Я иногда, ну вот я вырезала элемент, его покрасила сразу, вот например, в темно-коричневый цвет. Ну вот, давай, настаёмся на этой вот, да? В темно-коричневый цвет. Дала высохнуть. Потом вот на клей столярный, он приклеится очень хорошо, этот элемент, да? И потом я могу его отдекорировать, ну вот этой же краской. Вот так, тихонечко, тихонечко. И будет тут так, как бы, несколько сразу цветов, и это тоже хорошо. Ну, можно сразу приклеить, потом красить, да? Ну, вот тут вот птичка, вот там, вот видите, пущена вот такая. Не знаю, вот такая, что ли, Ленда. Вот. Что ещё можно, да? Ну, трафареты. Я говорила про трафареты. Вот тоже тут птичка. У кого есть трафареты, хорошо. У кого нет трафаретов, тоже не беда. Можно использовать какую-то, как её называют, так? Ой, занавесечку. Вот так накладываете, например, да? Ну, например, у вас внутри у вас, ну вот зелёное. Я хочу, например, светло-коричневую. Вот развожу светло-коричневую краску. И вот такими тампанирующими движениями. И вот так вот я вот так вот наношу. Вот тут надо всё держать, да? И у вас вот будет вот такой мотив, да? Так тоже это можно использовать. Ну, вот, пожалуй, и всё. Так что не бойтесь использовать. Можно всякие вот там, как, элементики использовать. Здесь вот у меня вот такие разные штучки. Не бойтесь, как сказать, пробуйте, какие краски вам нравятся. Вот тут, видите, зелёный с чёрным. И так, такие вот, видите? Вот всё так вот. Вот, например, если бы сейчас я делала так руб, я немножко бы сделала не так. Но так как это у меня териоритет, я её оставлю так. Делайте, например, по два каких-то элементов. Вот, сейчас уберу, вот два элемента вот таких зелёных. И, например, два элемента вот таких. Вот Наташа там делает, например, у неё декупаж там, если лаванда, то несколько предметов. Так интереснее будет смотреться. Ну, вот я надеюсь, что вам всё понятно, девчули. Так что давайте творите, показывайте работы свои. Всё просто. Это тоже тот же самый декупаж. Вот единственное, это акриловая краска. Всё, девчули, пока. Это у меня уже третье включение. Ой, давайте, творите, творите. Всё. До новых встреч. Может быть, потом ещё покажу по стеклянным банкам, но это попозже. У меня тоже много. Всё, девчонки, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok